КОНЕЦ Аналитику соцмедиа мы делим на два уровня. Сильно повторяться не буду, просто расскажу, что это базовый уровень. На нем вы можете выявлять источники концентрации целевой аудитории, допустим, лидеров мнений, сообщества, где общается ваша целевая аудитория, проводить конкурентный анализ. Естественно, это будет не тот анализ, который, скажем, проводят коллеги из исследовательских структур, но, тем не менее, это будет для вас очень интересно и полезно. Оценку HR бренда. Для этого у нас есть специальные инструменты. Если мы говорим о хардкор-аналитике, то мы можем выявлять сильные и слабые стороны бренда, либо продуктов бренда, выявлять, что мешает людям купить наш товар, либо наоборот, почему они это делают, почему они выбирают нас, а не конкурентов. Также мы можем найти инсайты. Так. Так магия ли это? На самом деле нет. Это инструмент. Есть богатый достаточно функционал. Чтобы было интереснее, мы решили показать на кейсе. Причем обычно мы показываем какие-то презентации на основе ряда кейсов. В этот раз мы решили встать на ваше место, взять бренд, с которым мы не работали и не работаем. В данном случае это бренд Dixie. И показать, какие подходы можно использовать для формирования коммуникационной стратегии и анализа восприятия бренда. Это такой экспресс-вариант. Честно скажу, что много времени мы на это не потратили, но здесь главное показать подходы, которые вы можете использовать в своих темах. Первое, что мы должны сделать, мы должны выбрать объект мониторинга. Далее мы собрали тему, выявилось, что часть данных не релевантна задачам, и мы должны произвести некую донастройку данных, то есть подготовить их. Далее мы выявим площадки присутствия групп целевой аудитории и интересы этих групп. Проверим уже известные нам гипотезы и найдем инсайты. И посмотрим, есть ли какие-то резервы для продвижения, а также посмотрим конкурентный анализ. Для этого у нас есть достаточно богатый функционал, который к тому же постоянно улучшается. Мы можем собрать любой датасет по бренду, по отрасли, по каким-то характеристикам, по целевой аудитории. Есть аналитические метрики и отчеты. Они нам помогут как быстро оценить ситуацию, так и в дальнейшем работать с данными. Автоматическое тегирование. Я эту функцию очень люблю, это из моих любимых функций в системе. Позволяет кластеризировать данные в конкурентном анализе по характеристикам продукта и любым другим срезам. Многопараметрическая фильтрация позволяет нам анализировать любые срезы, в том числе пользовательские. То есть не те, которые заложены в системе, но и задавать свои какие-то параметры, включая немножко тавтология. В общем, есть еще и исключающие фильтры. Персональные фильтры, вот я как раз к ним подвела, позволяют нам настраивать систему под себя для регулярного анализа каких-то срезов. И есть функционал автоматического сравнения тем, который нам пригодится как для сравнивания брендов, трекинга брендов и анализа рекламных компаний. Как мы будем анализировать? Для выявления группы концентрации целевой аудитории, лидеров мнения, присутствия на площадках, мы будем использовать типовые отчеты. В первую очередь это отчеты по авторам, сообществам, источникам. Будем, естественно, использовать сводный отчет с теми характеристиками и сортировками, которые там есть. И будем использовать тренд-отчеты. Это отчеты по популярным словам, по юрлицам и персонам. Для анализа сильных и слабых сторон продуктов и поиска инсайтов нам крайне пригодится функционал автоматического тегирования. И в зависимости от ряда задач возможно структурирование позитива и негатива. Для конкурентного анализа мы будем сравнивать наши бренды через сравнение тем, а также будем смотреть совместные упоминания. Потому что совместные упоминания зачастую интересны тем, что люди пишут, что хорошо в этом бренде, а плохо, допустим, в том, который является конкурентом. Первый шаг — это выбор объекта мониторинга. У нас есть некая подсказка, как мы можем выбрать объект мониторинга. Если у нас существующий рынок и существующий уже бренд, как в нашем случае, в случае Dixie, то мы можем мониторить как сам бренд, так и его конкурентов, либо брать в целом отрасль. Если у нас существующий рынок и мы на него выводим новый товар, мы можем анализировать конкурентов и отрасль. В случае, если мы выводим на новый рынок существующий товар, мы можем мониторить сам бренд, если уже есть какие-то упоминания, либо потребность в предлагаемой услуге, либо товаре. Если у нас вообще все новое, и бренд новый, и рынок новый, то мы можем смотреть либо потребность, либо какие-то очень близкие отрасли. При создании темы мониторинга мы напишем упоминания бренда так, как могут их писать пользователи соцмедиа. В том числе мы, естественно, добавим сайт и группы в соцсетях, так на них тоже могут ссылаться. Объекты тональности. Тональность вообще на самом деле штука такая, что всегда вызывает массу вопросов. У всех, наверное, да, кто работал. На самом деле тут уже звучал вопрос, может ли быть 100% определение тональности, на мое мнение. Нет, не может, потому что мы иногда вот сами для себя какие-то сообщения смотрим и думаем, а вот ты что бы здесь поставил, позитив или негатив, показываешь коллегам абсолютно разные мнения. Да, вот, поэтому 100% определения быть не может, но тем не менее все-таки хочется получить тональность в каких-то однозначных случаях. Как мы это делаем? У нас три вида тональности. Это объектная, безобъектная и гибридная. Я сейчас не буду останавливаться на каждом виде, просто скажу, что в большинстве случаев используется объектная тональность, и она характерна тем, что на всем протяжении текста мы смотрим те предложения для определения тональности, где встречается наш объект. Вот мы с вами видим объекты тональности. Для ритейла характерна ситуация, когда у нас бренд встречается в одном предложении, а объекты, которые упоминаются негативно, либо наоборот позитивно, могут встречаться вообще в другой части текста. Вот мы с вами видим пример такого сообщения, характерный достаточный текст для ритейла. Упоминание дикс есть вообще в конце текста, то есть там такой довольно длинный текст, и в конце фраза «История моего похода в дикси». Если бы мы задали объект только дикси в тональности, то это сообщение получило бы нейтральную окраску, что не совсем соответствует действительности. Поэтому можно использовать такие подходы, когда в объектах тональности мы прописываем не только название бренда, но и какие-то параметры, которые могут хвалить или ругать. Это такой подход немножко требует вдумчивости. Почему? Потому что для ритейла он хорош, но он не для всех отраслей подойдет, потому что бывают отрасли, где очень много каких-то совместных упоминаний разных брендов. И кассир уже может относиться не к дикси, допустим, а к какому-то другому бренду. Но вообще в соцмедиа достаточно много коротких сообщений, где пишут про один бренд, и вот для ритейла такая ситуация работает очень хорошо. В итоге, после того, как мы создали тему, мы получаем вот примерно такое окно. Что мы здесь видим? Мы здесь видим по центру ленту сообщений с возможными сортировками, фильтрацию, вон там мы видим возможности фильтрации, в том числе персональной. А вот здесь мы видим виды отчетов. Вот я рекомендую обратить внимание на эти отчеты, потому что источники, авторы сообщества, мы их будем часто упоминать и ими пользоваться. После того, как мы собрали тему, первое, что мы увидим, нерелевантные данные. Если мы говорим про какой-то объект с широкой филиальной сетью, это может быть Сбербанк, магазин, допустим, Дикси, пятерочка, неважно. Вот, то есть тех, у кого много филиалов, мы увидим достаточно большое количество сообщений, когда их используют как ориентир. В том числе очень большое количество сообщений будет про всякие реснички, маникюры, брови и так далее. Все, наверное, встречались, да, кто как-то работал. Может быть, если у нас банк, очень много сообщений будет про благотворительность, либо платежная система. Съемы квартиры. Да, съемы квартиры — это тоже бич таких больших тем. На самом деле параметров такого спама может быть много, и для этого у нас существует 9 тематических фильтров. То есть мы включаем такой спам-фильтр, и эти сообщения автоматически уходят в корзину. Что ценно? Что мы можем зайти в корзину и посмотреть, что там за сообщения. Не знаю, есть у меня время небольшой кейс рассказать, Василий? Маленький совсем. Была у нас история с одним из банков. Это пиар-отдел работает, им неинтересны какие-то истории про благотворительность. Ну, совсем неинтересно. Они включили фильтр про благотворительность и долгое время жили спокойно. Ровно до тех пор, пока у них не случилась одна история. В Калининграде один из заемщиков не смог оплачивать ипотеку. Банк, естественно, что мог сказать? Да, банк сказал, не можете, выселяйтесь. Заемщик пишет гневный пост в кучу калининградских групп про то, что у меня сложная ситуация в жизни. Там дальше шло перечисление диагнозов, перечисление каких-то несчастей, которые произошли в жизни. Ипотеку платить не могу. Но злой банк не дал мне права на подумать, а сразу сказал выселяться. Номер карты прилагается. И вот благодаря тому, что сообщения по спам-фильтрам идут в корзину, они нашли это сообщение и смогли отреагировать. Если бы оно удалялось, безусловно, то эта история всплыла бы только когда в СМИ ушло. А история с благотворительностью, когда прикладывают номер карты, тогда начинают? Тут надо немножко сказать, как у нас формируются тематические спам-фильтры. Там используется какая-то корпусная технология подбора слов, словосочетаний. И не обязательно номер карты на самом деле. То есть там есть масса разных подходов. Но в том числе используются реквизиты, помощь, такие слова. Поэтому спам-фильтры можно и нужно использовать. Ну, осторожно. Спам-фильтры самые распространенные. Это бьюти, это кулинарные рецепты, это реклама заработка в интернете. Тоже, наверное, часто встречались. И объявления о продажах. Тоже прям бич многих тем. Дальше. Хорошо. Спам-фильтры используются. Что делаем дальше? Видим авторов, у которых там... Василий? Что происходит? У которых много сообщений. Да, там по 100, 150 сообщений. Но эти сообщения, они все рекламного какого-то промо-характера. И тоже нам вообще неинтересны. Удаляем таких авторов безжалостно. И они тоже уходят в корзину. Конкурсы. Тоже, наверное, видели. Если не в темах, если не работали в соцмедиа, то вообще видели там ВКонтакте, Фейсбучке. Типа, вступи в нашу группу, сделай репост, и будет тебе счастье. Авторов много, потому что такие истории достаточно хорошо распространяются. Но удалить авторов нам здесь не поможет. Но здесь поможет использовать полный текстовой поиск и дальнейшее удаление этих сообщений. Плюс иногда есть необходимость удалить что-то временно. Предположим, у нас тема по соцмедиа и СМИ. И мы хотим временно проанализировать только соцмедиа. Мы можем создать фильтр, в котором указать, что данные СМИ и аккаунтов СМИ. У нас есть новая функция по выделению аккаунтов СМИ сообществ и личных профилей. Но в данном случае нам потребуются аккаунты СМИ. Временно исключить систему. То есть понажать этот фильтр, мы будем переходить в соответствующий срез. Данные, допустим, подготовили. И будем выявлять группу целевой аудитории. Как мы будем это делать? Василий уже немножко рассказывал, что если мы зайдем в авторы, мы увидим с вами характеристику по соцдему, по полу, возрасту. Но это ни о чем, потому что мы знаем, что те же девушки 25-34, что такое, они могут быть совершенно разными. Группы целевой аудитории очень хорошо видны, если мы переходим в отчет по сообществам. И там прямо в названиях сообщества они прямо считываются. Плюс нам поможет, естественно, лента сообщений и поможет отчет по источникам, потому что по названию источников тоже зачастую видно. Но все-таки в первую очередь мы пойдем в сообщество. Пойдем в сообщество, отстанавливаем по количеству сообщений, по увлеченности, посмотрим, кто же формирует костяк наших целевых аудиторий. В данном случае три примера у нас. Мамы, любители животных и подростки. Обратите внимание, что у каждой группы свои какие-то боли. То есть для мам, допустим, критичный вопрос очереди, потому что стоять в очереди с детьми, особенно с маленькими, то еще удовольствие. Для любителей животных акции какие-то, и очередь их уже не так волнует. У подростков очередь вообще прекрасна, это способ познакомиться, пообщаться. Все встречали. Когда мы выявили группы целевой аудитории, мы выявляем площадки присутствия. Вот этот слайд, мы зашли в тему, мы перешли в отчет по сообществам и включили фильтр до 18 лет, пользователь до 18 лет. То есть буквально в два клика и получаем десяток, это топ-10, на самом деле их больше, сообществ, в которых общаются подростки. Обратите внимание, что здесь все сообщества у нас в контакте, но это не значит, что они не общаются на других площадках. Конечно, общаются. Но если мы зайдем с вами в раздел источники и включим там тоже фильтр до 18 лет, мы получим площадки YouTube, Instagram, но это же не значит, что наши подростки общаются на всем там YouTube, на всем Instagram и так далее. Нет. Поэтому сообщества нам в этом больше помогут, а источники уже придется фильтровать. для выявления каких-то ключевых характеристик мы с вами разметим нашу выборку по тем гипотезам, которые нам уже известны. В данном случае по конкурентам, это пятерочка, магнит и, допустим, верный. А также по проблемам, которые нам уже известно, что это проблемные области в ритейле, персонал, просрочка, проблемы с ценниками, воровство, там прилипало и так далее. Прилипало — это самая известная акция Dixie, и до сих пор не было бы такой недели, когда они не упоминаются. Хотя акция уже давно не идет. В разрезе конкурентов мы здесь видим, что совместно, тема-то Dixie мы помним, что есть упоминание Dixie, совместно с Dixie чаще всего упоминается пятерочка, а вот магнит уже в меньшей степени. Верный там еще вообще на третьей позиции. В принципе, точно так же можно в конкурентах протегировать вообще весь ритейл, который сейчас представлен на рынке. И тогда понять не только там в первой двойке, кто из конкурентов для нас ключевой, но и по рынку ритейла в целом. Персонал, просрочка, проблемы с ценниками. Мы видим, что больше всего у нас проблем с персоналом. Но просрочка, допустим, тоже очень актуальна. В системе есть возможность посмотреть это для регионов, потому что в целом температура по больнице может быть одна, но для какого-то региона будут совершенно другие проблемы. И если у нас региональная распределенная сеть, то зачастую даются доступы в том числе в регионы для того, чтобы они осматривали, а что же происходит именно у нас. После того, как мы протегировали с вами всю нашу известную проблематику, известных конкурентов, мы можем углубиться дальше, посмотреть, а что же мы еще не учли. В данном случае мы создаем фильтр по негативу и указываем параметр без тегов. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы мы посмотрели, какие сообщения у нас еще не затегированы, какие проблемные тематики мы еще не заметили. Четыре поста. Обратите внимание, они подряд идут, то есть мы их никаким образом не подбирали. И разная совершенно проблематика. То есть люди жалуются на антисентарий в торговом зале, люди жалуются на несоблюдение условий хранения, люди жалуются, допустим, на ассортимент, на бедность ассортимента. Таким образом мы тоже можем это затегировать и потом посмотреть, какие проблемы наиболее актуальны, а какие наоборот, вот сейчас они столь критичны и болезненны для нас. Это можно делать не только в разрезе негатива, это можно делать и в разрезе конкурентов точно так же, и в разрезе, допустим, каких-то характеристик любых. После того, как мы проанализировали нашу проблемную тематику, мы можем поискать резервы для продвижения. Естественно, что приходит при продвижении, это лидеры мнений. Заходим в отчет по авторам, сортируем по вовлеченности и видим с вами таких вот чудесных авторов. Естественно, нам придется перейти на канал этих авторов, чтобы посмотреть, кто это такие, потому что по имени автора зачастую непонятно нам, что он хочет сказать. Мы видим вовлеченность, мы видим аудиторию, количество сообщений. Если мы посмотрим на каналы YouTube, то это такие злостные негативщики. То есть вот если перейти, прямо видно, что это люди, которые сознательно топят против бренда. Что с ними можно делать? Мы понимаем, что вовлеченность у них достаточно большая, аудитория тоже не маленькая. Мы можем с ними работать для снижения уровня негатива. Если мы смотрим на Анну Хилькевич, допустим, на Алену Хильд, на Дорогу домой, там Тинни 94 плюс 5, очень странное название, то здесь внезапно мы видим бьюти-блогеров, travel-блогеров. Вот, допустим, 94 плюс 5, Тинни 94 плюс 5, это travel-блогер. И она в своем сообщении пишет, что я приехала из Португалии, а в Дикси это я могу купить любимые продукты. И пишет, что они там являются любимым продуктом. Продвигаться через таких брендов, лидер мнений, которые нам уже лояльны, конечно, проще. То есть мы видим, что люди на них реагируют, мы можем соотнести вовлеченность с аудиторией, и это будет хорошо воспринято. В процессе наших исследований мы непременно найдем какие-то инсайты и идеи для креатива. Например, в отчете по сообществам, кстати, скажу, что отчет по сообществам у нас это не отчет, где собираются сообщения, которые написаны от лица сообщества. Это именно площадки для обсуждения. Не во всех системах так, поэтому обратите внимание. В топе отчета по сообществам по вовлеченности, где-то там вместе на 13-14, был такой интересной группой от Санкт-Петербурга как раз. Если мы провалимся на это сообщение, посмотрим, да, что же это за сообщение, вот, и мы увидим вот такое чудное стихотворение. Я покажу тебе свой Питер, приезжай, в гостинке купим новый свитер, вопрошки кеда, в Дикси чай. Это один из постов. Мы видим, что здесь и дубли есть, и репосты есть, то есть оно, в принципе, неплохо разошлось. Нам это говорит о том, что жители Питера, они воспринимают Дикси как нечто свое. На этом, в принципе, можно сыграть при продвижении. И вообще, на самом деле, вот хорошие стихи, они достаточно неплохо заходят, если бренд там вот где-то вскользь упоминается. Если мы посмотрим, в тот же отчет по сообществу мы увидим достаточно много сообщений, посвященных зоотематике. Это какие-то приюты, это группы типа потерялся, найден, это помощь безнадзорным животным. Казалось бы, мусор. Но нет, на самом деле, если провалиться, там, во-первых, есть сообщение про покупку корма в Дикси, а во-вторых, в принципе, раз они упоминают бренд, и раз их так много, то, в принципе, с этим тоже можно что-то сделать. Например, делать какие-то совместные акции с производителями зоотоваров, делать какие-то акции, там, купи пачку корма, три рубля в приют. То есть на этом тоже можно играть. Ниже у нас сообщество веган. Это отдельная категория. Кстати, на мой взгляд, достаточно растущая. И, в принципе, для них сейчас, по сути, мало кто что-то делает. И у них, если провалиться в эту группу, они обсуждают, где же они что могут купить для своей веганской непростой жизни. Если мы посмотрим на следующую картинку, то обратите внимание на последнюю строчку «Вино люблю, пью, пишу». Это обзоры вин. Очень интересные обзоры, то есть автор покупает недорогие вина, как правило, у него там все до тысячи, есть даже там за 500, за 600, делает обзор, а потом говорит, где они продаются. А инсайт в чем? В том, что обзоры очень неплохо заходят. Обзоры, если это не магазинов, но каких-то продуктов. Магазин там упоминается так вот ненавязчиво, то есть люди не считывают прямую рекламу, но они понимают, что там продается хороший продукт, который рекомендовал блогер, которому они доверяют. Для конкурентного анализа мы заводим темы по нашим конкурентам, а дальше используем функционал сравнения тем. Что мы здесь видим? Мы здесь видим, что по доле упоминаний Dixie проигрывает в ключевых регионах Москвы и Московской области практически всем. В Москве проигрывает и пятерочки, и магниту. В Московской области проигрывает магниту. Но пятерочка, в принципе, чуть выше, но не сильно. То есть, в принципе, для Dixie в Московской области теоретически догнать пятерочку можно попытаться. В Москве пока без шансов. Если мы посмотрим глубже, здесь это не выведено, то там также есть сравнение соцдемо. Сравнение соцдемо, внимание авторов, то есть количество постов, точнее даже сообщений на автора. И также есть картинка с лояльностью и вовлеченностью. Мы видим, что несмотря на маленькую долю обсуждений, лояльность у Dixie все-таки чуть-чуть получше, чем у пятерочки. Все это чудесно, наверняка хочется попробовать. Для этого нужно запросить демо. Мы вам поможем как при первоначальной настройке, так и в дальнейшей работе. Сможете делать аналитику базового уровня. У нас есть бесплатное обучение для этого. Если захотите сделать что-то сложнее, либо можно отдать в агентство, либо можно выделять ресурсы внутри компании. Опять же, у нас есть обучение. Ну, плюс на самом деле многие, честно скажу, иногда даже удивляют. То есть бывает такое, что человек недавно работает с системой, но настолько глубоко, что в принципе не отстает от сотрудников агентств. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok